Традиционное первенство по пляжным видам спорта проходит уже 11 лет, но в этом году впервые за всю его историю победитель получит путевку на Кубок России. На первомайском спуске в песочном турнире участвовали 8 команд из Оренбурга, Саранска, Пензы, Чебоксар, Самары, Ульяновска, Казани и Перми. Упорная борьба на площадке и дружеская атмосфера вне ее. Конечно, в большей степени наши соревнования направлены на поддержание дружеских отношений между городами, между спортивными клубами, между командами и на соревнованиях царит такая дружеская и домашняя атмосфера. В финале встретились ульяновцы и самарцы, последние и победили. А вот в пляжном волейболе бесспорно лидировали женская и мужская команда из Казани. В первый день турнир подгода немножечко подкачало, были тучи и погода была не очень. Но сейчас с утра тоже были тучки как бы. Сейчас распогодилось очень хорошо. В принципе, нам очень понравилось. Хороший сделали турнир. Пляжный футбол прошел отлично, волейбол тоже прошел отлично. Организаторы уверены, пляжные виды спорта только набирают популярность. Для развития спорта в Самаре есть все необходимое. Самарская набережная с ее песком, с ее муниципальными пляжными стадионами, где можно заниматься и футболом, и волейболом, и пляжным теннисом. Здесь есть вот рядышком замечательная набережная. Здесь есть гостиница, что тоже очень немаловажно, когда участники соревнований размещаются здесь прямо в гостинице, и буквально там пять минут, и они уже на пляжном стадионе. То есть все, что надо для пляжного воздуха здесь в Самаре у нас есть. Победителям вручили памятные кубки, медали, дипломы и подарки от Ассоциации городов по Волжье. Сергей Кизоркин, Елена Малютина, Константин Головин. События.